Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на библейском портале Экзегет. С вами священник Стахик Латвин. И сегодня по традиции мы разберем один единственный стих. Этот стих, в отличие от других, он, правда, очень коротенький. Но такой эмоциональный Христос восклицает в этом стихе. И восклицает он вопрос. Однако даже в вопросе Христа мы можем найти ответ. Ответ, который нам поможет избежать очень важной ошибки. Важная ошибка, когда в христианскую жизнь проникает страх. И это как раз не страх Божий. Да, вот как вынесено в заголовок. Как страх побеждает, мешает нашу веру. Как он ее подавляет. Насколько это опасно. И как из этого, конечно, выбраться. Об этом мы поговорим. Итак, я предлагаю сегодня открыть Евангелие от Марка, 40 стих. И сказал им, что вы так боязливы? Как у вас нет веры? Конечно, вот по сути, ну, не один все-таки вопрос. Два вопроса в этом стихе. Вспоминаем контекст. Господь проповедовал весь день на лодке, стоя у берега в Галилейского. Слушал его люди, апостолам притчи истолковал. Кого-то исцелял, очень устал. Плыл, буря страшная. Господь на корме спал. А потом вот апостолы воскликнули, все-таки добудились его, попросили его защиты. И Господь совершил чудо, остановил ветер, остановил волны, все хорошо. И вот после этого Господь немножко апостолов укоряет. Да, вот за их такое маловерие. Да, что он говорит им, что боязнь, что вы так боязливы. Не то, что он, Господь, этого не знает. Это действительно некоторый укор, потому что вот не нужно этой боязливости апостолам было иметь. И как раз Господь заодно тоже в вопросе дает даже возможность, почему он вопросом это формулирует, чтобы апостолы об этом задумывались. Им-то казалось, мы ученики Христа, он всем притчами, а нам все разъяснил. Вот он нас-то настоящая вера. Господь говорит, а как у вас что, может и веры нет? Апостолы, в принципе, думают, а может и правда веры нет. Мы все-таки видим, вера малой у апостолов была. Раз они Господа все-таки вопили, попросили его помощь, значит, они все-таки на что-то надеялись. Тем не менее, вот этот страх, он вере помешал. Почему Господь начинает не с обсуждения вопроса веры, а начинает со страха? Не потому, что страх важнее веры. Тут можно, конечно, все с ног на голову переносить, сказать, ой, для Христа для Него важен страх, а вера потом истекает. Нет, это все ложь. Это сатанинский обман. Господь просто показывает, что на пути к истинной полноценной вере ты можешь, увы, споткнуться о страхах. И даже не споткнуться, а увязнуть в нем, как в болоте. У нас вот есть, конечно, такое понятие «страх Божий». Вот этот страх Божий, это совсем другое дело. Это страх обидеть Бога. Это не страх, что ты думаешь, что Господь тебя покарает. Потому что Бог — абсолютную любовь. Где есть любовь, там нет страха. Где есть вера, там нет страха. Но вот как только наша вера начинает уменьшаться, любовь наша тоже уменьшается, результат, увы, печальный. И у нас в нашей жизни как раз и страх прокрадывается. И вот как водичка, когда начинает трескаться, там штукатурка на здании попадает, зимой она расширяется, и трещина становится больше, потому что лед больше объем, чем воду имеет. Потом тает, еще дальше размывает какие-то камушки, которые вот тут песчинки. И дальше, дальше все, и здание рушится. Вот точно так же происходит и со страхом, если мы его впустили в свою веру. И самая главная и опасная проблема — это когда человек христианин, православный христианин, ладно, кто-то там еще и на конфессиональных христиане, заблуждающийся в том или ином вопросе богословия, когда он относится к Богу по-клеветнически, что Господь в чем-то захотел ущемить. Вот как змеи приполз к Адаму и Еве, и сатана его устами говорит, ну вот Бог не хочет, чтобы вы знали, что такое добро и зло, что такое жизнь и смерть. Не хочет. Вот Господь как-то вас обижает. Точно так же сатана сейчас клевещет на Господа, что вот Господь, он как-то хочет вас запугать. Да, вот Господь, видишь, как Господь тебя покарал за грехи, вот какие у тебя проблемы, вон у тебя какая болезнь, вот ты по грехам. Даже вот, ну, порой мне в соцсетях там поступают вопросы, вот такое-то обстоятельство в жизни случилось, вот я заболел, вот от меня муж ушел, пишет женщина, да, это мне по моим старым грехам, это Господь мне послал такую кару. Клевета Господь ни в коем случае никому кару не посылает. Он, у него нет задачи запугать. Он показывает, что страх не нужен, что вот это все внешние вещи, они как раз, он не страх, он утешение. Боялись апостола окружающего, но они забывали, что рядом Христос, вместе с которым не надо бояться. Поэтому это очень так же, как мы сможем от окружающих действительно страшных событий, лежащего во грехе мира, от всех этих войн, болезней, разногласий, от вот этой лжи, вот этой клеветы, вот этих козней каких-то, как мы сможем от них уберечься, только если мы будем сердцем ко Господу приближаться. И вот приближаясь сердцем ко Господу, мы уже места для страха не оставляем. Но в самом начале он нас может сбить. Где у человека, который даже далеко воцерковлен, или который только начинает воцерковляться сам, или с помощью каких-то других более верующих друзей, что начинается как раз, вот надо вычитать молитву, отчитать ее там столько-то, от точки до точки, неважно как. Нет, конечно, лучше не отвлекаться. Конечно, лучше искренне. Но в любом случае главное отчитать вот такое правило, потому что иначе Бог будет гневаться. И Бог тебя покарает. Не сразу, он, конечно, терпит, но потом тебе будет. Да, и там или человек берет и начинает поститься, и такой, ой, вот у этой булочки отклеился состав, а там, возможно, яичный меланж какой-то там есть, следы арахиса, еще чего-то. Вот, все, и человек тоже, он, почему это его беспокоит? Ты должен думать о Боге, о Евангелии, а тебя беспокоит ищный меланж. Тут можно, конечно, посмеяться, ой, люди о таких пустяках думают. Но надо, это симптом. Как и вычитывание молитвы ради галочки для объема, это тоже лишь симптом. А болезненно внутри, как у человека может быть рак внутри, а проявлялось, что, ну, какая-то сыпь на теле появилась. Да, и кажется, ой, сыпь кремом помазал. Нет, надо бороться не с симптомами, а с той глубиной. А глубина это потому, что ты Бога представляешь, да, как какого-то там усатого, кровавого диктатора, который ждет, чтобы подловить человека, да, там куда-то в лагерь отправить, в адский, да, как-то на него какие-то напасти наслать. Пусть, конечно, человек берет и думает, ну, это может даже и для моего блага будет. Нет, Господь, он, наоборот, наш любит, он нас бережет. И настолько нам доверяет, что даже когда у нас бушующее море вокруг, он рядом с нами спит с новым младенцем, как Господь спит вот с новым младенцем рядом с апостольным. Ну, то есть Господь ждет в таком состоянии, что мы просто к нему обратимся. Как только начинает страх в нашу душу от каких-то событий поступать, мы не говорим, что, ну, какая-то осторожность. То есть ты подошел к высоте, отшатнулся. Ты взял, тоже смотришь, какая-то, ну, компания подотрительная ночью, ну, взял, обошел, по другим кварталам прошел, крюк дал, позже домой попал, но все равно спокойней, как-то до дрому добрался. Нет, речь не об этом страхе, не об безрассудовстве мы идем. Да, это нормальное размышление. А вот речь о том, когда страх уже начинает тобой владеть. И ты думаешь, что вот и Господь, и обстоятельства, потому что этот страх, он ведет не к вере, он ведет к потере веры, к унынию. Да, вот недаром, и вот в дни Великого Поста мы вспоминаем Лествицу, Иоанн Лествичник показывает, как губительно вот это уныние, как оно отделяет от спасения, потому что уныние веру почти убивает. Вера — это то, что ты, как апостол Павел говорит в послании к евреям, то, что ты уверен в ожидаемом, что это сбудется, что Господь к тебе будет милостив. А уныние оно не дает, оно показывает, ты недостоин, ты не сможешь, ты что-то сделал не так. Поэтому, дорогие братья и сестры, вот мы тоже, раз Господь иногда нам напоминает и показывает, то есть страх, не нужно этого отрицать. Если бы апостолы сказали, да не, Господи, мы не боялись, мы просто, ну, волна, мы думали, мало ли ты там канат подтянешь там на парусе, там порулить сможешь, да? Нет, они все-таки, апостолы, очень хорошо, что Господь им о страхе напомнился. Им надо было правду признаться, да, Господи, вот мы испугались. Да, Господи, ты, наш учитель, с нами такие чудеса творишь, а мы все равно боялись. Ну, вот, Господи, да, они правы. Точнее так же и нам нужно порой признать, что страх у нас есть. Говорят, да, Господи, я правда, вот думаю, как бы ты меня не покарал, ой, как бы там тоже кто-то сказал, там, где эти грехи родителей сказываются, еще что-то, вот всякие ужасы. Правда, я вместо того, чтобы думать о том, какая Евангелие благая, радостная весть, я думаю, вот действительно, о какой-то горести, о такой. Да, Господи, помоги мне из этого выбраться. И уже, соответственно, тогда придется сделать и второе согласие, которое нам, гордым, верующим людям, с этим соглашаться максимально сложно. Надо признать, да, Господи, на самом деле я верующий, но верующий лишь частично. Частично вера во мне все-таки есть, а частично этой веры нет вообще. Потому что раз страх в мою душу забрался, раз я боюсь, и не только внешних обстоятельств, я боюсь даже, что ты рядом со мной, и все равно я боюсь, значит, я человек маловерный. Значит, Господи, нечем мне хвастаться, не надо мне гордиться, что я вот такой, я там смотрю ролики на библейском портале, я стараюсь в Евангелии разобраться. Нет, Господи, мало у меня веры. И вот как ты понимаешь, что если у тебя дом в трещинах, и надо их реставрировать, ты взял, починил, дом простоял еще 100 лет, 500 лет, да, мы знаем древние здания, если при должном уходе, при музейном уходе, идеальном уходе, они еще будут веками стоять, то точно так же и вот мы будем стоять в спасении души, мы преодолеем вот это бушующее море, тем более нам не нужно века стоять, нам надо на земле, ну вот какие-то там наборы с десятилетий провести, вот продержаться без страха, в уверенности, что Господь нас спасает и спасет, вот если мы от него не отвернемся, мы этот страх себе не допустим. И тогда уже Господь нас поместит в Царствие Небесное, где уже никакого страха не будет, и вера будет абсолютная, потому что Господь будет непосредственно рядом с нами, и ничего другого мы замечать не будем. Субтитры создавал DimaTorzok